здравствуйте мои дорогие друзья гости и подписчики канала с Ольгой на шести сутках вот сегодня у меня вот такая небольшая прогулка по нашему району иду и думаю что-то надо снять для канала что-то давно не снимала и вот пожалуй сюжет сам встретился мне на пути вот это яблоня она посажена во дворе нашего дома вот с обратной стороны где такой небольшой кусты и вот проходя мимо нее я обратил внимание что можно показать несколько проблем которые у нас сейчас возникают на яблонях саду и так вот не подходя к ней что могу сказать вот вы видите вот два ствола вот один вот второй вот это вот ветка конкурент которую когда-то не удалили не отклонили и теперь это яблоня растет с двумя макушками ну наверное удалять ее уже поздно и она вполне так развивается вроде бы неплохо единственное что можно сделать это удалить вот из центра вот эти ветки которые растут друг на другу немножко ее разгрузить по центру чтобы центр хорошо освещалась и наверху сделать перевод роста вот так вот срезать на боковой побег чтобы она росла все таки не вверх а в стороночку но теперь подойдем и посмотрим поближе ну естественно здесь не просто задернение здесь бурьян что это может к чему может привести если дождливая погода кора будет намокать и будет болеть вот вы видите лишайник вот здесь вот белое я даже не пойму остатки побелки это или грибок вот посмотри поближе вот видите уже отслоение коры растрескование коры от чего это бывает неравномерный полив могут быть и заболевания ну и лишайник серый желтый лишайник которые совсем не говорят что здесь экологически чистая среда потому что рядом трасса довольно таки оживленное шоссе и так коси если у вас дерево взрослые то можно задернять приствольный круг на обязательно косить еще одна возможно проблема здесь очень сложно сказать яблоко ли упала и проросли семечки или прикорневая порсль здесь очень довольно таки кучно вот такие вот побеги если это прикорневая порсль то это говорит о проблемах с корой вроде визуально я не вижу кроме вот этих трещин да что делаем с трещиной вот это кору отставшую удаляем сейчас попробую поближе подойти вот это вот удаляем вот это вот замазываем обрабатываем фунгицидом и если небольшая поверхность ран нет или садовый вар если большая поверхность оголенная древесина то замазываем краской ну и и чтобы не было таких вот растрескование во время перепадов погоды мы делаем борозды но на грушах и на яблонях это довольно таки редко бывает в основном это косточковый тут может быть бактериальное растрескивание может быть антракноз коры в таких случаях обработка осенью и рано весной фунгицидами это железный купорос это по зеленому конусу обработка всей кроны хорусом системным препаратом ну а вот такую порцию зависимости от того какого она происхождения при корневая или семена семенную мы используем для подвоев корневую лучше удалять срезая ниже поверхности земли то есть раскапываете срезаете и снова закрывается это место грунтом почвой ну что еще но бегают муравьи вот вот здесь вот побег кстати вот такая вот такой цвет довольно таки бледный практически желтый на побег говорит о том что здесь идет недостаток железа вот этот вот побег нижний и на нем очень хорошо видно вот эту проблему вот посмотрите практически салатовые листья и муравьи вот я вижу тлю вот они едят пасть ли немного но это наверное пока немного что мы делаем можно обрабатывать пока еще любым химическим фунгицидом инсектицидом это фафанон аллатар ну актару лучше не применять радиован от плене от плене к чему и биатлин что еще вот погрызла вот такие вот отверстия которые сделаны листогрызущими вредителями долгоносик и вот вижу вот это вот маленькая вот так как бы она не улетела вот это вот ползет вот рядом с отверстием такой небольшой вредитель вот она уже появилась это розанная цикадка тоже вредитель который очень вредит нашим вот она улетает она очень такая осторожность стоит дотронуться до листика чуть качнуть и вот эта цикадка тут же улетает сейчас прохладно она не очень активно очень сильно повреждает розы вы видели наверное на листьях роз просто белые вдоль жилки белые пятна у меня есть на эту тему ролик я сделаю ссылочку в комментариях и вот такая вот паутина здесь видно ли не видно личинок по-моему они уже окуклились нет вот вижу червячка вот это может быть вот он там шевелится это яблоневая моль небольшой червячок вот такой пути ничем сложно бороться с ним потому что у нас препараты биологические которые борются с личинками такими червячками чешуи крылых это липидоцит и вот эта паутина предохраняет гусеницу от препарата здесь в таком случае можно применять актару системный препарат который пропитывает все части все органы растения буквально через 23 часа после обработки и насекомое питающиеся этими соками этих листьев или грызущие эти листья она погибает вот такая вот проблема очень сильное поражение бывает вот это много же ее давить не буду вот так вот выглядит яблоневая моль и так какие вредители мы с вами нашли это небольшое повреждение тлей если у вас только тля и нет вот таких вот проблем достаточно биотлина препарата биологического препарата от тли но можно вешать ловчие пояса на штамп чтобы муравьи не проходили но тля и так перелетит вот здесь вот повреждение такое скелетирующие так может быть повреждать личинка пилильщика вот так вот она выгрызает снизу похоже на черную пиявочку очень неприятная вещь вот и в основном конечно вот это вот яблоневая моль да кстати вот за деревом ухаживают вот посмотрите здесь замазано садовым варом таким очень крепко застывшим то есть так что кто-то ухаживает за деревом но что еще хочу сказать листи не крупное дерево нуждается в подкормке здесь я знаю грунт глинистый очень неплодородный и вот я у яблони поэтому такой и прирост маленький ее не обрезают и не подкармливают поэтому не такой слабый прирост посмотрите довольно таки не очень развитые листовые аппараты вот еще вот такие вот повреждения вот говорит о том что не хватает и влаги питания видите отмирают листья и вот еще одна проблема это тоже вредитель но сейчас бороться с ним бесполезно можно тоже только собирать вот такие бутончики и сжигать вот не знаю вот он вот вот посмотрите вот она личинка яблонного цвета еда ролик о борьбе с этим вредителем я скину в комментариях вот он уже скоро будет окукливаться вот там же у него у этого червячка даже лапки видны то есть скоро будет куколка сейчас мы собираем эти цветы и сжигаем вот такие вот проблемы на этой яблони но что еще можно сделать обработку профилактическую от парши сейчас вот еще не поздно чтобы не было этого опасного заболевания на яблони вот еще увижу срез или спил который сделан неправильно то есть вы видите ветку спилили а почка верхняя и пошел побег вертикальный надо делать на нижнюю почку тогда побег будет расти вот так вот в сторону вот видите сколько проблем можно найти на одной яблони если внимательно посмотреть и так какие-то рекомендации подкармливаем обихоживаем приствольный круг боремся с листогрызущими вредителями это долга носик тлей все это может быть побеждено одним препаратом актары опрыскивание по листу ну и яблоневая моль ну что пока мои друзья задавайте вопросы пишите комментарии о ссылочке на предыдущие ролики а конкретно заболеваниях которые я назвала я сделаю в комментарии